Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Аминь! Русская церковь была в то время митрополией, входящей в состав Константинопольского патриархата. Первыми митрополитами на Руси были греки, поставление их совершалось в Царьграде. Святой Иларион, священник княжеского села Берестова под Киевом, был духовным отцом и сподвижником князя Ярослава. Боголюбивый князь Ярослав любил Берестова и бывшую там церковь святых апостолов, и многих пресвятеров чтил и содержал, рассказывает преподобный Нестор Литописец. Был среди них пресвятер имени Иларион, муж благ и книжен и постник. Ходил он из Берестова на Днепр на холм, где ныне ветхий монастырь Печерский, и тут молитву творил в глухом лесу. Ископав пещерку малую двухсоженную, приходя из Берестова, пел здесь в часы и молился в уединении Богу. Святой Иларион, как свидетельствует его творение, был не просто муж книжный, но обладал великими духовными дарованиями и глубиной богословского ведения. Все свои силы он отдавал в служение русской церкви. Когда скончался митрополит Феопемт, Русь находилась в состоянии войны с Византией. Соборным суждением иерархов русской церкви было решено поставить митрополита в Киеве, не обращаясь в царь Град. Святой Иларион славился среди русского духовенства высотой духовной жизни и проповедническим дарованием. Не задолго до того он произнес Десятиной церкви в похвалу святому князю Владимиру свое знаменитое слово о законе и благодати, в котором дал богословское осмысленнее место русской церкви в истории божественного домостроительства спасения. Выбор собора архиереев был по душе Ярославу Мудрому. Святой Софии подвижник был поставлен митрополитом в 1051 году. Позже Святой Иларион был утвержден Константинопольским патриархом. Но первосвятителем русской церкви он был недолго. Летопись не отметила года его кончины. Но на погребении князя Ярослава Мудрого 20 февраля 1054 года святителя уже не было. А в 1055 году в Киев прибыл новый митрополит. Очевидно, Святой Иларион отошел ко Господу в 1053 году. Остальное им духовное наследие живет в русской церкви. И прежде всего, лучшее творение древнерусской церковной литературы – слово о законе и благодати. Содержание его глубоко и многосторонне в центре слова учения о спасении и благодати. Большое внимание уделено вопросу о превосходстве христианства над иудейством. Эта тема была актуальна в те времена для Киевской Руси. К святому Владимиру приходили иудеи, надеясь обратить его в свою веру. Преподобный Феодосий Печерский, умерший в 1074 году, ходил на жидовский конец в Киеве с проповеди Христа распятого. Известно также, что евреи старались совратить в иудейство святителя Никиту Затворника, когда он был еще иноком Печерского монастыря в 1088 году. Об этом рассказывает святитель Симон в Киево-Печерском потеряке. Поэтому понятно внимание, которое уделяет святитель Илларион вопросу о законе Моисеем данным и о благодати и истине через Иисуса Христа бывших. Наконец, третья тема, давшая повод произнесению самого слова. Прославление апостольского подвига святого князя Владимира. Царство природы, царство благодати и будущее царство славы воспринимается в духовном опыте Церкви в неразрывной слитности. Закон лишь предпеча и слуга благодати и истины. Истины и благодати лишь слуги будущего века и жизни истины. Также учат святитель Илларион о преемственности Церкви. Моисея и пророки о Христовом пришествии поведали, что Христос же и апостолы его о воскресении, о будущем веке. С момента, как пришел в мир спаситель, ветхий прежний завет человека с Богом утратил силу. Богословскими символами Ветхого Нового Завета служат святители, заимствованные у святого апостола Павла образы двух жен Авраама, свободной Сарры и рабыни Агари. И изгнана была Агарь-рабыня с сыном ее Измаилом, и Исаак, сын свободный, наследник был Аврааму. Также изгнаны были иудеи, рассеяны по странам, а сыны благодати христиане наследники стали Богу и Отцу. Как меркнет свет луны при воссеявшем солнце, так и закон при явлении благодати. Стужа ночная гибнет от солнечного тепла, согревающего землю, и человечество уже не горбится под бременем закона, но в благодати свободно ходит. Радость о Христе преисполняет святого проповедника, когда он говорит о вхождении родной Руси в сон христианских племен. Христова благодать всю землю исполнила, и прежде всего молодые и жизнестойкие народы, к которым относился и русский народ, приличествует благодати и истине на новые люди воссиять. Не вливают по слову Господне вина нового учения благодати в мехи ветхие, обвешавшие в иудействе, но новые учения в новые мехи и новые народы. Так вера благодатная по всей земле распростерлась и до нашего языка русского дошла. Вот уже и мы со всеми христианами славим святую Троицу, а иудея молчит. Язычники приняты, а иудеи отринуты. Русские православные отныне не идолослужителями зовутся, но христианами, и уже не капище строим, но Христовы церкви зиждем, уже не заколаем друга бесам в жертву, но Христос за нас заколается в жертву Богу и Отцу. Все страны благи Бог помиловал и нас не презрел, захотел и нас спасти и в разум истины привести. Великий апостольский подвиг просвещения русской земли свершил святой князь Владимир, подобник святому равноапостольному Константину, который заповедовал по всей земле своей крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. И ясно и громогласно во всех градях славить святую Троицу и всем быть христианами, малым и великим, рабам и свободным, юным и старым, богатым и убогим. С гордостью говорит святой Ларион о родной земле. Святой Владимир не в худой и не в неведомой земле владычествовал, но в русской, которая ведома и слышима всеми концами земли. Слово о законе и благодати первое по времени творение русской церкви, в которой святой Креститель Руси ублажается в чине равноапостольных. «Радуйся во владыках апостолей, не мертвые телеса воскресившие, но душею нас мертвых воскресившие! Ибо тобою обожилось и жизнь Христову познали!» Таково содержание этого замечательного памятника древнего русского богословия. Из других творений святителя Илариона известно его архиерейское исповедание, ставшее образцом епископской присяги в русской церкви. Слово о законе и благодати в рукописях присоединяется обычной молитвой святого Илариона. Это творение святителя также имеет долгую жизнь в отечественном церковном предании. В 1555 году при отправлении в новую учрежденную Казанскую епархию святителя Гурия, павильона было ему в Москве и в других городах, через которые он будет проезжать, читать молитву творения митрополита Илариона Русского. Святитель Иларион был погребен в киевских пещерах. В написаниях его творений, в рукописных святцах и каталогах святителей, святитель Иларион неизменно именуется святым и предимным чудотворцем. Устойчивое литургическое почитание его, как святого засвидетельствована служба киево-печерским преподобным, как службе собору отцов ближних пещер, так и службе всем киево-печерским святым, он перечисляется наравне с другими святыми иерархами русской православной церкви. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.